День воскресный, день чудесный. Ключики от заветной квартиры, которые люди ждут по 8 лет. Когда я себе представляла, что я получу ключи, я думала, это будет большой момент радости. На самом деле я плакала. И даже сейчас. А плакала это больше слезы счастья или чего? Вот что это? Скорее тягости. Получается, в 17-м году, когда ты покупала, тебе рассказывали, что будет сдано, наверное, в 19-м году. И то есть 5 лет ты прождала еще дополнительно бонусом. Получается так, да. И наконец-то начинается вручение. Друзья, прямо сейчас мы находимся в жилом комплексе в 20-ти километрах от МКАД, где квартиры подешевле, где можно купить было выгодно. Что тебе обещал менеджер по продажам от застройщика? Менеджер мне обещал очень роскошный ЖК с классной инфраструктурой, с озеленением, с красивыми аллеями, прудом. 64-й дом, подвал, первая парадная, прорыв. В общем, вау, архитектурный подход к строительству домов. В общем, нужно брать. Вот в таких шикарных домах. Это жилой комплекс Лайкова, где мы некоторое время назад снимали большой выпуск, где люди кричали, услышьте нас, достройте наши дома. И кричали они порядка 6 лет. Наконец-то их услышали. Дома все построены. Ключи вручаются. Большая часть жителей получила ключи. Но что представляет из себя жилой комплекс на сегодня? Что здесь есть? Какие новые обещания идут? На что люди могут пожаловаться? Оставляешь здесь вещи, а как здесь их оставить? Смотри, вот так вот. Я делаю так на койку, просто смотри. Оп. Опа. Что люди могут похвалить? Именно об этом мы и поговорим. В этих выпусках я лишь хочу показывать, что покупают люди, с какими проблемами сталкиваются. Потому что сегодня идет строительство все новых и новых домов. Вот покажи, пожалуйста, это поле. Вот здесь к 2030 году должен стоять просто самый настоящий город. Кто это будет покупать? Вот вы и должны знать, что нам с вами строят. И уже для себя сделать выводы. Хорошее это жилье, плохое. Все минусы, которые озвучивают люди, их можно исправить? И можно ли с ними бороться? Друзья, шикарнейшие выпуски. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы начинаем прямо сейчас. Знакомьтесь или вспоминаете. Максим Лисицын, местный житель, местный активист. Макс, расскажи, пожалуйста, вот после того, как мы сняли выпуск, когда вам наконец-то достроили дома, когда вам начали вручать ключи? Выпуск мы снимали, если я не ошибаюсь, весной 2022 года. После этого времени, в 2023 году, вот с 26 мая, начали выдавать ключи нашим соседям. Значит, Урбангрупп начал строить. Было вырыто несколько буквально котлованов. В 2018 году, весной, в мае, мы узнаем о том, что Урбангрупп банкрот по всем своим объектам. Соответственно, началась процедура банкротства. Кстати, отмечу, что она прошла очень быстро. Именно в 2018 году уже. В 2019 году, согласно решению арбитражного суда в Московской области, все объекты Урбангрупп передаются на дострой фонду. И, соответственно, в 2019 году мы наблюдаем то, что, да, стройка вроде бы начинает оживать. Но тянулась она очень медленно, изнурительно, при полном же даже финансировании. Да, то есть это все медленно очень тянулось. И только в 2023 году, в мае, мы получаем уже, начинаем получать ключи. Знакомьтесь, замечательная девушка Анна. Очень приятно. В каком году покупала квартиру и что это за квартира? Я покупала квартиру в 2017 году. Квартира двухуровневая, 44 квадрата. Находится она вот в этой секции. И она должна была быть тоже выполнена с отделкой, с французскими окнами и плюс антресоль. Более того, у меня по проекту предусматривалось то, что будет каркас лестницы, по которому можно было бы подняться на второй этаж. Вот, по итогу, этой весной я забирала квартиру уже с незавершенной отделкой, потому что завершать ее никто не планировал. Вот, из значительных недоделок выяснилось, что в итоге у меня нет французских окон, у меня окна идут стандартные. То есть у меня есть французский балкон, но выхода на этот балкон нет, у меня идет стандартное окно. При этом у меня нету каркаса лестницы для того, чтобы можно было подняться на антресоль. Для того, чтобы подняться на антресоль, я вынуждена выходить в подъезд, подниматься по лестничному маршу и заходить в вторую входную дверь. У меня две входные двери. Вот. А вот с этого момента поподробнее. Слушай, всегда звучит, у меня двухуровневая квартира. Первая мысль, опа-на, потом 44 квадрата. Как выглядит двухуровневая квартира 44 квадрата? Ну что, попасть на второй этаж, нужно выйти в подъезд, пройти по лестничной клетке, и тогда ты зайдешь туда. А построить внутри квартиры, это что, технически невозможно? Это дорого? В чем проблема сделать лестницу внутри квартиры? Это все реализуемо. На данный момент у меня лестница, вот как раз через неделю я уже еду смотреть ее в собранном виде. Это будет деревянная лестница. Для этого, чтобы мне ее установить, мне нужно будет в прихожей снести перегородку, чтобы сделать вход именно из прихожей. Предварительно, перед установкой разрабатывается проект перепланировки, проходит стадию различных согласований, начинают управляющие компании, далее администрации и министерства областного... Охренеть, так! Да, и после этого я могу приступить к работам, значит, сносить перегородку, устанавливать лестницу. На втором этаже, соответственно, я буду эту входную дверь закладывать, вот, да. Соответственно, вся выполненная отделка, которая там сейчас есть, она уже будет неактуальна, потому что ремонт нужно будет делать по-новой. Знакомьтесь, роскошная девушка Наталья. Да, очень приятно. Наташа, в 2017 году ты такая приходишь в офис продаж, смотришь, вааа, какой ЖК, да? Ну, напомню, пожалуйста, поделись эмоциями, как это было. Ты приходишь, что тебе обещал менеджер по продажам от застройщика? Менеджер мне обещал очень роскошный ЖК с классной инфраструктурой, с озеленением, с красивыми аллеями, прудом. В общем, вау, архитектурный подход к строительству домов. В общем, нужно брать. А когда ты у него проспрашивала, а как я буду ездить на работу в Москву, что он тебе рассказывал? Может быть, вам построят станцию метро, какие-то такие вещи? Да, обещали инфраструктуру, в 2019 году должно было проложиться метро. Ну, насколько я понимаю, это МЦД, да, действующее. Но его нет. Такое метро как бы. Но в его понимании, когда он мне рассказывал, то должно было быть метро, как в Москве. То есть чуть-чуть ошибся. С доступностью шаговой. Он объяснял, как объяснял, но ты неправильно поняла. Ну, видимо. Слушай, ты покупаешь здесь в 2017 году 43 квадратных метра. Это двухкомнатная квартира, в которую прямо сейчас мы с тобой зайдем. По цене, внимание, ребята, 4 миллиона рублей, плюс услуга от застройщика 500 тысяч рублей заплати, и мы тебе квартиру сдадим с отделкой. Все верно. Получила я квартиру в апреле этого года, но она, к сожалению, без отделки. Только белые стены. Ну, вайтбокс, так называемый. Таким образом, начнем мы обязательно с позитива. Потому что по 8 лет некоторые люди ждали вручения ключей заветных, и наконец-то этот процесс наступает. Друзья, это очень важно. Показывает не только минусы, а и плюсы. Ведь куда хуже было бы, если бы мы здесь с тобой стояли, и ты бы рассказывал, что прошло уже 8 лет, наши дома никто не строит, все это стоит. Это ужас. А так, как минимум, друзья, внимание, как минимум, все дома достроены. На мой взгляд, это большой праздник. Безусловно. А еще я хочу с вами затронуть такую тему, как бухгалтерия. Всем нам надо вставать и ехать на работу. И стоит не забывать, что от качества работы бухгалтера зависит финансовая благополучие организации, уверенность в отсутствии неожиданных штрафов и минимизация налогового времени. Высокая квалификация сотрудников бухгалтерии является одной из основ благополучной финансовой стратегии предприятия. И вот, к сожалению, компетентность сотрудников этой сферы проверяется годами. И вот, чтобы вам не допустить ошибку при выборе и исключить риск дополнительных финансовых расходов на штрафы и прочее, 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 я вам настоятельно рекомендую обратить ваше внимание и обратиться в Макоэксперт. Макоэксперт гарантирует, что вы передаете свое предприятие в руки высококвалифицированных специалистов, получая при этом полную материальную ответственность. Мако поможет вам до 80% сохранить расходы на содержание бухгалтерского штата, заменит с собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работы, например, кадровое дело производства или расчет заработной платы. Освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров, что позволит сосредоточиться на основных бизнес-процессах. А высокая производительность достигается с помощью разделения труда. Каждый сотрудник Макоэксперт выполняет ровно одну определенную операцию, но знает ее досконально, от и до. Поэтому ошибки сведены к нулю. И все это вы получаете за 2000 рублей в месяц. Вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций, где на вас работает не один бухгалтер-универсал, а 6 специализированных департаментов. Готовы взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. С момента своего основания Макоэксперт ни разу не поднимал цены на свои услуги. И 2024 год также не станет исключением. Подключайтесь к Макоэксперт прямо сейчас по ссылочке в описании. Теперь первый месяц обслуживания бесплатно. Друзья, смотрите. Вот, собственно, входная группа, подъезд, дымофоны и так далее. Все как обычно. Заходим. Здесь нас встречают в принципе все простенько. Серые тона, понятное дело, что люди, делая ремонт, местами где-то уже сами что-то задевают по стенам. Это, назовем так, классикой. Сплошь и рядом, везде. Хотелось бы, конечно, и многим, наверное, сохранить это дело, но когда строители, замученные, приезжают с гипсокартоном, им не до твоих стен отнести бы, не раздолбить ничего, и уже будет хорошо. Новостроечка. Ребята, людям вручили ключи. Они сейчас судятся. За что судятся, сейчас нам Наталья и расскажет. Значит, смотрите. Вот так вот люди получают квартиры, которые ждали с 2017 года. Подчеркиваю, покупал человек квартиру. Прихожая. Площадь у нас 44 квадратных метра. Первым делом нас встречает, пойдем со мной, это спальня. По ощущениям она вообще мизерная, но по плану говорят, что типа что-то в районе 10 квадратных метров. Изюминка этой спальни в том, что здесь есть вот этот французский балкончик. Как минимум, квартира такая сквозная. То есть открываем окна здесь, открываем окна на кухне, там в гостиной, будет проветривание. Это тоже жирный плюс на самом деле. Ну и, собственно, можно выйти и поставить, посмотреть. Выходить на вот этот французский балкон, честно скажу, немножко стрёмно, в силу того, что все фасады сыпятся. Здесь повсюду вот эти вот камни, ну и так далее. Как бы если я вам буду показывать перебивки крупным планом, ну фасады прям реально все разваливаются. Это с учетом того, что дома сданы год назад. Дворик, лес, пустырь. Жирный плюс какой? Жирный плюс какой? Что ты выходишь, хотя бы у тебя есть возможность посмотреть на лес. То есть ты не стоишь окно в окно. В эту сторону, да, все, вот они там соседи. Привет, здравствуйте. Но хотя бы туда, под определенным углом, ты можешь увидеть лес. Двигаемся с вами дальше. Как я сказал, по правой стороне у нас идет ванна. Далее у нас идет унитаз, туалет, санузел. И, собственно, мы с вами переходим в следующую комнату, которая идет как гостиная-кухня. Здесь у вас будет кухня по левой стороне. По правой стороне вы можете установить себе телевизор, диванчик и так далее. В общем, 44 квадратных метра для одного-двух человек. Ну вот условно вы там с парнем, с девушкой живете, с женой в отдельной комнате. Ну вы понимаете, тут даже можно ничего не комментировать. Но здесь тоже есть жирные плюсы какие? У тебя есть балкон. Ну это круто. Ты можешь выйти на него, можно его утеплить. То есть форма здесь в принципе позволяет сделать тебе рабочее место. Утепли балкон, как у Машкова. И будет замечательно. Но здесь есть и минусы, что явно здесь кто-то ссал на этом балконе. Вот по-другому не скажу. Грубо это звучит, но это просто сам смысл, что люди, кто делал чистовую отделку, здесь у них, видимо, был туалет. Потому что в онище здесь стоит, мама дорогая. Вот так вот. Вы просто должны понимать, как строители могут относиться к вашему жилью. В тот же момент, кто их обеспечил точкой, куда может быть туалет. Как правило, им ставят эти кабинки синие, но можно ссать тебе на балкон. И будет все хорошо. Ну и собственно еще один французский балкон, который дает нам возможность хотя бы в летнее время так вот открыть, когда все ремонтик у тебя, и насладиться видом. Но вид у тебя открывается. Ну посмотри сам. Вот как раз, на тебе, здравствуйте соседи, ты открыл, тут голенький ты, дома у себя не походишь. Соответственно, все тебя видят. Ну хотя бы есть шикарная возможность наблюдать, как твой ребенок пошел в школу. Точнее, когда, если он вообще успеет сходить в эту школу, с точки зрения, пока ее достроят. Грубо говоря, дети могут уже вырасти за этот период. Но вообще, как бы, стройка идет. Вон смотри, уже там утепляют фасады, поэтому скоро должно быть. Ну и рядом, да, посмотри, просто это просто какой-то прикол. Жили люди, у них частные дома, все было хорошо. Вокруг леса, на тебе, с одной стороны стройка, с другой стороны стройка. И эта стройка бесконечна, из года в год она малотекущими темпами идет, идет, идет. Постоянно этот шум, пыль, гам. Ну и при этом рядом с нами коттеджный поселок, частные дома. Вот в частные дома, частный сектор здесь был бы шикарен, ну серьезно. Потому что лесов очень много, и прямо вот от лесов чувствуется все равно вот кислород такой почище. Ну, собственно, вот такая квартирка. 44 квадратных метра с отделкой должна была быть за 4,5 миллиона рублей. То есть, когда мы покупали с утругой, да, нам показывали красивые проекты, рендеры вот этого будущего ЖК. Здесь современный город события такой, с садами разными, с посадками, с каналом, самое главное, который шел бы через весь ЖК, с богатой инфраструктурой. То есть, нам обещали это. Я даже, насколько знаю, что вот этот вот проект, он должен был стать одним из лучших, даже не то, что в Московской области или вообще в России, а в Европе. Надо отдать должное все-таки архитектору Максиму Атаянсу, потому что дома действительно по его проекту, они красивые, они привлекают внимание, они современные. То есть, не такие вот там скучные серые дома, да, обычные там многоэтажки. Здесь, конечно, должен был целый город события быть, порядка 70 домов, вот, с богатой инфраструктурой. То есть, жителям здесь проживать было бы очень комфортно, если бы этот проект был реализован до конца. Отсюда до Москвы 20 километров. Сколько реально ехать вот утром? Нас интересует утром, когда всем надо. Значит, я часто пользуюсь обычным по Рублевке еду, то есть, я не пользуюсь платной дорогой. Без пробок? Я доезжаю до метро Крылацкое, ближайшего метро, я доезжаю за 20 минут. А с пробками? А с пробками я доезжаю от 45 минут до часу. Короче, утром, если нам к 9 надо быть на работе, мы будем выезжать, я не могу часиков в 7.30. Ну, часик это мы только будем ехать до метро, правильно? Да, да. Крылацко. А дальше, ребята, уже вот я вам карту открыл, и представляете, где вы работаете, куда вам надо ехать, сколько еще потратить времени. Еще и по Москве нужно проехать, добраться. То есть, закладываешь тут, как бы, конечно, большое время, встаешь рано, и, соответственно, особенно, когда зима, когда вот снегопады, вот зима у нас была, прошлое, достаточно лютая. Вот, ну, так вот пока выкручивались. А еще у меня для вас есть некий вброс, по-другому я его не назову, потому что информация не подтверждена, и я озвучиваю ее на уровне слуха. Мне пишет человек, который говорит, я занимаюсь как раз-таки нарисованием этих жилых комплексов на рендерах. Приходит заказчик и говорит, нам нужно красиво, потому что люди, внимание, покупают глазами. Первое, что их встречают, эти красивые рендеры. Они приходят в офисы продаж и говорят, смотри, как ты будешь жить. У тебя вот здесь будет идти канал. Ты здесь будешь садиться на лодочку со своей семьей. Вон туда вы будете плыть, там у вас хороший ресторан, и вы там будете наслаждаться жизнью. Им рисуют дома красивые, но все это, внимание, не подкреплено самим проектом. То есть смысл какой, картинка есть, но на все это нужно продумать грамотно проект, как это все будет построено. А проекты такие очень дорогие. И, соответственно, говорит так, что в принципе этого нет. К чему это приводит? Ну вот мы сегодня с вами зайдем, например, в подвал одного из домов, и просто вы вживую все увидите, поймете. Помните, у Райкина была такая зарисовочка, когда сценка с пиджаком. К пуговице претензии есть? К пуговице претензий нет. К рукавам претензий есть? К рукавам претензий нет. А в целом пиджак получился вот такой, сикость-накость. То же самое и с подобными жилыми комплексами. Строить начал один, достраивать начал второй, бригады меняются в процессе строительства, и на выходе получается то, что получается. Мне даже интересно послушать ваше мнение. Вот я сам сижу, слушаю, что людям рассказывали, что обещали, что им рисовали. Ну вот смотрите, я вам карту открываю. Там нету природного водоема на этой территории. То есть это нужно было бы по-хорошему копать и сделать искусственный пруд, искусственный этот канал, на котором люди могут на лодочках кататься. Это же надо хорошенечко постараться, чтобы вода не застойная была, чтобы там воня никакой не появлялась. А в антисанитарии та же самая не пошла. Это надо сделать. Это реально. Такое делают по миру. Ну надо сделать. А здесь просто смешно доходит до того, что водоотвод. Тут просто вода с неба идет, дождь. Ее не могут никак правильно отвезти от дома, потому что дома все нахер топят и все разваливается. А здесь люди говорят, мы вам сделаем канал, на лодках будем кататься. Ну вот пойдемте сходим в подвал. В предыдущем выпуске, на прошлых выходных, как раз точно так же начиналось все с строительством Urban Group. Красивые дома, но проблема повторяется на многих их объектах. Бывших их объектах. Давайте смотреть. Макс, слушай, у тебя подвал. А в подвале у вас по идее тоже какие-то камеры хранения или что? Или у вас просто? Да, у нас есть нежилые помещения, которые в рамках продажи квартир продаются и кладовые. То есть кладовые, они разного рода есть. От трех квадратных метров и больше. Для того, чтобы хранить там свои какие-то вещи, сезонные вещи и так далее. И вот, кстати, подвальные помещения – это самая головная боль нашего ЖК на сегодняшний день. Сейчас покажу и расскажу почему. Во-первых, после любых осадков, дождей, снег когда подтаивает, у нас образовываются потопы. Ну, так сказать, классика. Пойдем, давай, по-живому пошлите, ребята, заходим. Вот просто сейчас была жаркая погода, дождей еще не сильно было много. Но, несмотря на это, вот он приямок предусмотрен, который маленький. Вот он наполнен водой. Была жара. И сейчас она еще душна. И вот до сих пор вода не испарилась. Это вот до дождей. Если будут дожди, воды по щеколотку. Друзья, посмотрите, здесь этот приямок, он, знаете, чем полон? Он полон, там, короче, плавают эти, ну, типа головастики. Болото. Там живность, да, пошла. И потрогал я эту воду, конечно, зря, потому что запах от воды, ну, прям действительно, именно что болотистый. Вот результат, смотрите. Смотрите, в каком сейчас состоянии, здесь вода хлюпает. Ну, разваливается. Все разваливается. Мы переживаем очень сильно, что это окажет влияние на фундамент, а это сразу. Как бы гидроизоляции здесь нет. Она здесь не реализована. И, соответственно... Короче, ребята, вот так вот выглядит то, что обычно люди не видят. На самом деле, вот эта проблема, она не только вот в этих новых домах. Вот вы где живете, если вообще там считаете себя активным гражданином, ответственным, сходите в подвал вашего дома, сходите на чердак. Я думаю, вы много чего увидите. Особенно сходите, посмотрите на состояние труб. В каком они у вас состоянии. Капает, не капает. Там вам будет весело. Так. Рассказываю. Значит, в чем причина? Во-первых, неправильно сделана система отвода воды. Вода в любом доме должна уходить от фасада. Конечно. У нас происходит наоборот ситуация. У нас к фасаду. То есть, это вода от воды не сделаны. Не предусмотрена гидроизоляция в подвальных помещениях. Более того, посмотрите, сколько коммуникаций здесь проходит. Эти коммуникации периодически протекают, капает вода. За ними нужно постоянно следить в рамках управляющей компании. Этого не делается. Вот. Придуманы нами бочки. Это технология. Придуманы бочки. Не, а как же технология? Она, кстати, с водой. С водой, потому что не так давно здесь все протекало. Подставляешь бочку хотя бы временно, чтобы влага не попадала. Слушай, Макс, а кто сюда еще у вас накидывает? Смотри, бочка тут, она полная, просто окурка. У нас просто подвалы были открыты. Сейчас вроде их закрыли, чтобы проходной двор был. Сейчас вроде поспокойнее здесь стало. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, результат. Это комары, мушки, сырость. Здесь вентиляция очень плохая. Она здесь, в принципе, не реализована. Это в каждом доме. В любой дом нашего ЖК, если вы приедете в любой из 12 домов, вы увидите такую картину. Все разваливается. Подвальное помещение, не проданное. Вот, смотрите, оно в воде стоит все. Друзья, идите сюда, смотри. Ты покупаешь себе кладовку. Сколько она стоит вообще? От 270 и выше, в зависимости от метража. Ну, допустим, 300 тысяч ты заплатил за такую кладовку. Оставляешь здесь вещи, а как здесь их оставить? Здесь, смотри, вот так вот. Я делаю так ногой, просто смотри. Оп. Опа. Слушайте, друзья, я, конечно, могу смеяться, но вы поймите правильно. Просто я немножко добавляю юморку, чтобы так немного полегче было смотреть. На самом деле, если бы это было бы ваше, и вы такой человек консервативных взглядов, серьезный, вам бы вообще это было бы не смешно. Ну, и вполне возможно, что-то из жильцов скажут, позвали Машкова, он тут ходит нас высмеивать. Ни в коем случае. Но это тоже, да, жесть. Посмотри, еще. Оп. 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 Бассейн. Короче, у тебя свой бассейн. Совершенно. Замечательно. Подвалик. Вот вам, пожалуйста. Это, кстати, такая же картина, да и, по идее, должна была бы быть, а вот в ЖК, где мы были, видны, говорят, ну, как раз показывал, просто мы не смогли зайти. Вот на случай, вот часто прорывает, забивается, вот бочки тут. Это? Кокешки. Кокешки. Кокешки, да. С тряпкой пытаешься ее закрыть, оно все летит, да. Вот, еще покажу, все-таки, вот здесь наглядно прям видно, вот результат. Подтеканий, протеканий. Подходи. Короче, комаров здесь, реально, очень много, очень много, тем более, сейчас еще лето, такая погода прям благоприятная для них. Здесь для них самый настоящий дом. Водичка попить, есть, пожрать людей ночью, запросто, соответственно, здесь еще только не хватает вам лягушек. А вот лягушке, кстати, комаров едет, нам лягушек надо. Да, вот вам лягушек, а комаров. В силу того, что вода заходит сюда, а дальше здесь идет такое поднятие, правильно? И таким образом, вот при вот эти кладовке некоторые, оттуда вода не доходит. То есть, представляешь, кто-то купил у кого-то в неудачном месте, опять, лотерея, вот она в воде стоит, а это, например, вот эти кладовки, следующие, до них вода не доходит, все. Там еще суху, блин. Да, потому что, когда покупаешь кладовку, важно понимать, как она близко находится в одной группе, вот в этой ситуации всей. Это очень. Это я вам к слову о том, что вот вы, когда смотрите выпуски, некоторые задаются, а зачем это снимать? А вот, ребята, вам жизненный опыт. Вы будете покупать себе квартиру в новостройке, на этапе котлована, или, например, уже там он готов, вам предложат сейчас кладовочку купить. А вот вы сходите, посмотрите, есть ли перепады. И таким образом вы уже знаете, что уж если брать, то лучше ту, которая выше всего находится, куда вода должна поступать, будет в самую последнюю очередь. Как долго вы ждали эти ключики? Ох, ну сколько вы? Практически 7 лет. Было ощущение в какой-то момент, что ничего вам не достроят, и вы нифига не получите? Или всегда была надежда, что все-таки доделают? Ну, нет, нет. Все-таки сначала, как это, 5 стадий принятия торг, все такое, да. А поначалу, конечно, были ощущения, что не будут достраивать. Потом нас каждый год кормили завтраками, что вот в этом году точно 22-й дом сдастся. Все вам сделают с отделкой, все как запланировано в ДДУ, вам все вручат. Когда вам ключи доделают? Да, и вот все отодвигалось в апреле текущего года. Какие претензии сейчас? Я знаю, что вы судите с застройщиком или с кем у вас суд идет, расскажите. С фондом ППК, получается. Он выступает с застройщиком данного ЖК, соответственно, суд подает на него. Какая претензия? За недоделанный объект на текущем этапе после этого судебного разбирательства планирую подать за срыв сроков. И сколько вы плюс-минус планируете с них отсудить? У вас же уже есть понимание по цифрам? Да, мне посчитали, получается, текущие судебные разбирательства за вот эти недоделки. И миллион двести пятьдесят выходит за срыв сроков, соседи, говорят, ориентировочно около пятьсот, ну, плюс все выплаты, и, наверное, два с половиной соберется. То есть вам реально, теоретически вы можете реально отсудить два с половиной миллиона? Ну, со всего, если пособирать, то, да, можно получить эту такую сумму. И самое главное, что есть уже положительная судебная практика, потому что другие ваши соседи, которые прошли через это ранее, они уже отсуживали. Ну, кто-то, да, получил, но в основном сейчас у всех массово идут разбирательства. Слушай, ну это будет неплохо, если тебе действительно дадут два с половиной миллиона, то есть тебе два с половиной миллиона на эту квартиру как раз прямо на ремонт. Да, рассчитываю. А ты не смотрела, почем вообще сейчас в этом ЖК продаются вот подобные квартиры, ведь люди же их скидывают. Да, смотрела, ценник на квартиру увеличился в районе полтора миллиона, то есть я брала за четыре, сейчас такая квартира пять с половиной. Ну, какие у тебя планы, вот смотри, ты сейчас провешь эти суды, потому что в силу того, что это разбирательство, тебе пока ничего делать нельзя. Как только ты их выигрываешь, и как только исполнительный лист дает возможность тебе забрать деньги, ты их забираешь, что ты будешь делать? Ну, сейчас занимаюсь дизайн-проектом, потому что соседи посоветовали лучше сделать дизайн, чтобы потом все, ну, меньше было переделок, все такое. Вот, занимаюсь дизайном, как отсужу деньги, буду приступать к работам. Ну, то есть ты планируешь здесь жить? Да, планирую жить. Вот эта дорога, которую вы видите, это въезд в наш жилой комплекс, он один-единственный, правильно въезд? Пока да. Вот, здесь у нас идут парковки, огромное количество парковок именно со знака, а, нет, это гостевые парковки, назовем их так. А здесь одна из проблем, про которую вы говорите, вот стоят автомобили такси, ну, это абсолютно новые машины, на некоторых даже номеров нету, и у вас к ним есть какая-то претензия, а что не так? Это мы сейчас видим здесь на гостевых парковках, но данные машины, бывает, еще занимают парковочные места на парковках возле домов, то есть для жителей, где парковки. То есть, соответственно, здесь и так не очень много парковочных мест, это основная будет проблема у нас, когда здесь будут больше уже проживать, да, жителей, вот. Поэтому, когда на гостевой еще, ладно пока, да, ну, вроде как бы не мешают никому, но с другой стороны, когда ты видишь возле домов, вот, кстати, возле моего дома сейчас стоит два такси таких новых, как бы не хотелось бы. Отмечу, друзья, что это не просто прихоть Максима, как жителя, это по закону так нельзя. Совершенно верно. Автомобили, которые под такси, там, газельки, которые под грузоперевозку, вы имеете право заехать для посадки-высадки, для погрузки-разгрузки, все, но на ночь и на постоянку ставить автомобиль как на парковку полноценную нельзя. Такие машины, это коммерция, и их нужно ставить на отдельные платные парковки. Очень важный момент. Вот смотрите, за нашей спиной мусорка. Здесь вывозят пищевые отходы. Все работает исправно. Но у ребят раньше здесь была такая же проблема, как в предыдущем выпуске в жилом комплексе «Видный город». Ставят контейнер под бытовой мусор, а народ начинает накидывать туда мусор. Все вываливается, ставят рядом и образуется свалка. И поехали вот эти вот мыши, крысы и прочая история. И ты говоришь то, что вы эту проблему победили, так еще, внимание, ребята, победили совместно с администрацией. Можешь объяснить, как это сработало? Мы, значит, когда увидели, какой у нас образовывается уже мусорный коллапс, это вот было буквально конец зимы, начало весны, когда мы просто утопали здесь мусор. Вот я посмотрел выпуск «Видного города», да, вот это было практически то же самое. На что мы, конечно, сразу же начали бить во все колокола, обозначили встречу с главой Одинцова, вот. И они своими силами, своими силами, да, пошли к нам на встречу, помогли, все это утилизировали, вывезли все, утилизировали. На сегодняшний день, как бы, таких свалок уже нет, как было, то есть небо и земля, вот, если сейчас сравнивать. Вот, конечно, мы всех жителей, кто здесь проживает, призываем, если это строительный мусор, заказывает каждый контейнер для него и вывозит его. Вот, строительный мусор сюда складировать ни в коем случае нельзя. Вот, ребята, то есть, получается, вам администрация помогла это все вычистить за вами? Да, да, да. И, соответственно, сегодня, если ты делаешь ремонт и тебе нужно возить строительный мусор, то ты сам себе заказываешь контейнер. Ребят, вот, внимание, можно в складчину, ты делаешь ремонт, сосед его делает ремонт, скинулись. Так и делаем. Приехали, вот, все, все элементарно, не надо сидеть и ждать, что вам кто-то придет, за вами берет. Ну, вот, Алексей в предыдущем выпуске показывает, ну, вот, смотри, накидывают, накидывают. Я не спрашивал, говорю, а как насчет самим скинуться? Ну, типа, как бы, люди не готовы. Я когда увидел, я в шоке был. Ну, люди не готовы пока скидывать, зато мусор кинуть туда, куда не положено, запросто. Поэтому наматывайте на ус, любой вопрос можно решить за свой счет. И это не страшно, когда вы, внимание, скидываете контейнер, чтобы вы понимали, там что-то 5-7 тысяч контейнер. То есть, если несколько человек скинутся, то, в принципе, да. При условии того, что вы делаете ремонт, и куда вы тратите миллионы рублей. Совершенно верно. Это капля в море. Изи. Амонтируя выпуск, прекрасно понимаю, что хотите вы зарисовочку в фильм ужасов из реальной жизни. Но давайте покажу вам. Вот эти кадры мне прислал Максим, которые были собраны за последний год. Самое страшное, в частности для меня, что может быть с многоквартирным домом, это бесконечные потопы и прорывы труп. То, что он показывает, что наснимали люди в разных секциях, в разных подъездах, это действительно мама дорогая. За голову хватаешься. Получили люди квартиры, которые ждали по 8 лет, начинают делать ремонт, и потом бац, весь дом, весь этаж затопило. Не весь этаж, а все этажи затопило. Ну, что с этим делать? И зимой топит, и летом топит. Так еще находятся люди, которые каким-то образом показывают. Не закрыли зимой дверь на балконе. 144-я квартира, вот окошко открыто. Ага. Разморозили стояк. Потому что окно открыто. Здесь уже это лед. Это уже даже не вода. Хорошо, хорошо, да? Вот. Водичка. Поэтому не выдержала. Так, это четвертый этаж. Соответственно, 169-я. 171-я там. Кто у нас, соседи? Что с ремонтом? Ну, тут полный пик. Короче, пиздец. Здесь подъезд. А на пятом этаже, соответственно, прорвало. Как же тут чувствуется? Что-то здесь? А, батарея вот внизу сломалась. Это девятый этаж. Третья секция. Но, по всей видимости, льет не отсюда. Но здесь тоже воды много. Далее, здесь тоже какие-то почерки есть. Здесь тоже базная ванна. И я так полагаю, что ниже по звуку потоп именно здесь. Пролило все хорошенечко водой. Потом это начинает все сохнуть. Вот эта вот плесень пошла. Вот это вот все разваливается. Это новый дом, которому там вот год как ключи дали. Да ужас. Я серьезно говорю, сколько я езжу по ЖК, вот так вот иной раз смотришь, смотришь, смотришь. Я искренне хочу, чтобы этого у людей не было. Я думаю, многие из вас, позитивные люди, тоже скажут, да нафига это надо. Вот именно из-за таких ситуаций страшно покупать квартиру в новостройке. А тут им канал у вас будет. У вас будет канал. Вы на нем будете кататься с веслами на лодочках. Сделать бы так, чтобы просто ничего не лопалось, не прорывало и не заливало людей водой. Пошел второй год, как вы здесь живете. Что у вас здесь есть? Мы заехали, все, что мы увидели, этот магазинчик стройматериалов, это само собой маркетплейс. Есть, как ты сказал, одна кофейня. Нет, даже две кофейни, да. Есть продуктовые магазины небольшие. И три вот с этим магазином строительных материалов. Пункты выдачи, салоны красоты, коворкинг, бьюти коворкинг. Основная проблема, это аптека. У нас нет аптеки, у нас не заходят сюда большие продуктовые сети. У нас есть на верхнем пятне пятерочка. Я так подразумеваю, это единственное было коммерческое помещение, в котором пятерочка смогла открыть свой формат магазина. У нас же здесь они небольшие, коммерческие помещения. Ну и, соответственно, вот такие вот пока у нас ритейл такой представлен. Макс, с другими словами, здесь нету ни хрена. Ни хрена. Абсолютно. Абсолютно. Я уж молчу про взять ребенка, английский язык, рисование на первом этаже, тренажерка. Одинцова. Короче, надо куда-то ехать. Надо куда-то ехать. Совершенно верно. Самое главное, что удивительно, когда мы сюда заехали, мне не бросилось в глаза. Обычно-то прям вот, ты заезжаешь и поехали. Купи, выпить. Выпивка есть? Есть. В продуктовых магазинах, да. То есть сетевые еще не дошли, что ли? Нет, не дошли до нас сетевые. Это чудо, друзья. Это впервые, мы впервые приезжаем в жилой комплекс, который, казалось бы, должен быть наполнен сразу всем. Как так? Есть какое-то объяснение, почему у вас нет автоматиката? Мы этот вопрос сейчас будем прорабатывать. Мы, в принципе, уже им занимались, да, то есть мы обращались. То есть вы, в принципе, хотели бы? Ну, как хотели бы, это тоже надо. Пусть будет. Лишь не будет. Я это прекрасно понимаю, то есть я не так, что, знаешь, там высменить, а с точки зрения того, что, ну, алкомарки-то не есть и в таких ЖК, это действительно для людей, это как это, за анестезией сходить. Это удобство все-таки, как ни крути. Ну, вот, мы обращались тоже и все эти разные и будем это делать. Вкус Виланс хотел открыться. Так и не открылся. Перед Новым годом буквально. Слушай, напомни, пожалуйста, еще раз, в каком году ты покупаешь квартиру и по какой цене ты ее купила? Я купила квартиру в 2017 году, это был октябрь, по цене 4 миллиона 900 тысяч, это вместе с отделкой. А какая тогда вообще ставка была? Ой, я взяла по высокой ставке, так как я пошла по программе без первоначального взноса, и у меня тогда была ставка 13 процентов. Я на тот момент ежемесячный платеж вносила 64 тысячи. А сегодня закрыта уже, наверное, ипотека, нет? Нет, ипотека еще существует, но на сегодняшний день я уже в другом... Уже ставка-то не такая высокая, да? У меня уже появилась семья, дети, поэтому я уже воспользовалась рефинансированием, с применением семейной ипотеки, поэтому сейчас у меня уже ставка 5,9. А, то есть тебе прям повезло, ну, класс, и платеж, соответственно, значительно меньше. Вот тоже, друзья, очень важно подсвечивать такие моменты. Вот, семья появилась, ты воспользовалась госпрограммой, что мы, государство столько ругать будем, вообще в целом, застройщиков, но в данном ключе 13,5,5. Ну, чувствуется разница? Когда ты взяла ставку 5,5, у тебя был платеж 64, а стал? Сейчас 30. О, в два раза, ребята, 34 тысячи остается в кармане, в силу того, что это тупо экономия на процентах. Давай поговорим о хорошем. Я твоей подруге уже сказал. Некоторые воспринимают мои выпуски как типа там хейтит, но я хочу посвятить и позитив. Ты же хочешь здесь жить? Я бы хотела здесь жить, но так как у меня квартира изначально идет однокомнатная, а я повторюсь, у меня уже есть семья и ребенок, мы, конечно, здесь уже не можем разместиться. Но у меня в планах, это, конечно, долгосрочная перспектива, в планах сделать реконструкцию и полное перекрытие второго этажа, чтобы можно было организовать две спальни. Тогда уже можно будет рассматривать вопрос жить. А у тебя высота потолков сколько? 5,7 метров. В целом, что скажешь вот так вот про ЖК на предмет того, что ключи вам вручили? Довольна вообще, рада? Была в том момент, как искали, приезжай, мы доделали, все готово. Мы же сказали тебе, что мы сделаем, мы сделали. когда я получила ключи, когда я себе представляла, что я получу ключи, я думала, это будет большой момент радости. На самом деле, я плакала. И даже сейчас. А плакала это больше слезы счастья или чего? Вот что это за? Скорее тягости, с которыми приходилось сталкиваться, пока мы ждали. А, то есть, вот это вот все, это больше, грубо говоря, нервотрепка была такая, что когда это дошло, то это даже вылилось больше не в позитив, а в такое вот, как это сказать, слово такое подобранное. Стрессовые, слезы стрессовые. Да, да, это именно правильно подобрано слово. Это был стресс. Был очень тяжелый период, потому что были смены работы, это ипотека, это нагрузка, потом нагрузка, то, что это было арендное жилье. Вот. И очень тяжело приходилось. Были неоднократно мысли продать как есть, но у меня даже не получалось этого сделать, потому что банк говорил, там, ну, как бы выставлял свои условия, да, там, перепродажи, они были еще более сложные. То есть в конечном счете, чтобы, да, много не рассказывать, я могла остаться должна банку. Должна была остаться банку. Вот. Поэтому тянули дальше эту лямку, да, вот как говорят. И когда я получила, было сначала расстройство. Но потом, когда я стала сюда уже приезжать, отмывать эту квартиру, потому что все было в ужасном состоянии, я все больше и больше влюблялась в квартиру, в дом, в двор. Здесь, на самом деле, это хороший ЖК, но его нужно доводить очень сильно до ума, потому что тут есть проблемы и с фасадами, и с коммуникациями. Но, к большому счастью, нам сейчас на отклик местная администрация идет. Они с нами в диалоге, поэтому, если они будут оставаться с нами в диалоге, то у нас очень большие шансы весь наш ЖК привести в порядок, и это станет действительно хорошим местом для жизни. Слушай, офигеть, получается, в 2017 году, когда ты покупала, тебе рассказывали, что будет сдано, наверное, в 2019 году. Да, да. И то есть, пять лет ты прождала еще дополнительно бонусом. Получается так, да. Вот, давай так, на сегодняшний день ты открываешь интернет, и там тебе новый ЖК строится внутри Москвы, успей купить за 5 миллионов рублей через два года сдача. Ты бы пошла еще раз на это? Ну, я бы подумала, наверное, нет. Нет, ну, я к тому, что, блин, это знаешь, хотя сейчас, наверное, безопаснее, потому что, когда я брала, не было искровых счетов, да, сейчас побезопаснее сделки проходят. С точки зрения детских садов и школ, вот, допустим, предположим, просыпаюсь я утром, у меня два ребенка, предположим, один ходит в садик, другой уходит в школу, куда мне их везти? Вот, куда здесь вообще люди отвозят детей, и как с очередями? Либо это Власиха, у кого есть такая возможность. Власиха это что? Закрытый город, вот он рядом. И Одинцова, самый распространенный. Горки, Горки 9. Власиха это прям рядом, ты прям повезло, если туда устроился, а Горки 9 это ехать. Да, более того, вот я, например, у меня дочка сейчас вот в четвертый класс идет, вот, прошлый учебный год, да, то есть мы по старинке остались в школе в Крылатском, я ее вот каждое утро довозил туда, там забирал. Вот сколько тебе занимает время, вот ребенку в 8 утра, да, у них учеба начинается? У них начинается в 8 утра, значит мы, как правило, в 6.15 просыпаемся, собираемся, там завтракаем, да, и где-то в 7.10, 7.15 мы выезжаем. Бывает к 8 успеваем, а бывает опаздываем, то есть прям впритык. Короче, по-хорошему, чтобы не опаздывать, надо выезжать в 6.50. Вот тогда точно, тогда точно ты не опоздаешь. Проедешь в эти вот пробки все, да, но проскончишь. Ну вот ты с дочкой общаешься, она что говорит вообще, как бы, пап, я лучше? Она устала, она устала. Вот надоела, да, мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы с этого нового учебного года где-то поближе, потому что она очень устала. То есть ты ребенка туда отвез и обратно, когда ты уже вечером возвращаешься по пробкам, ну она уставшая, еще делать уроки, там не до уроков уже, да, ну то есть это очень тяжело. Последний вопрос тебе. Если бы на сегодняшний день тебе бы предложил бы, допустим, муж скажет, Ань, а давай-ка вон там ЖК строиться начинает, берем, на этапе котлована, пошла бы, или уже с этим опытом бы прям сильно боялась бы вообще, что скажешь? Уже бы не пошло. Уже страшно. Даже если бы тебя заверяли, что все точно достроим, будет канал с голубями, с голубями, с лебедями. С лебедями. Нет, я бы уже не пошла, потому что даже на момент покупки квартиры здесь я с Urban Group, застройщик, который у нас был, в некоторой степени взаимодействовала, потому что я работала в одном из исполнительных органов власти в Московской области. И мы тогда взаимодействовали, и я точно знала, что это хорошая компания, это хороший был застройщик, и на тот момент, кстати говоря, они занимали в рейтинге второе место. И сомнений никаких не было. И, кстати говоря, Наталье, мы работали вместе, именно я ей порекомендовала здесь тоже купить жилье, и вот так вот я ее подрядила в такую пропасть. Ну, зато, слушай, зато самое главное, что тебе сейчас не 60 лет, что это, знаешь, типа ты ждала жилой комплекс там 20 лет, да, долго, но ключевое, слава богу вообще, спасибо, что вообще достроили, и что у вас есть ключики, теперь вы хотя бы что-то можете делать, либо ремонт, либо продавать, ну, уже хоть что-то теперь у тебя есть. Да, это так. Тебе огромное спасибо за твой комментарий, мы двигаемся дальше. Две машины должно быть в семье, тебе, жене, жена должна уметь ездить, а если жена не умеет ездить, вот это утром ты проснешься, такси вызови, сюда еще поди утром, не каждое такси захочет ездить. Более того, такси сюда не каждая приедет, более того, у нас очень остро сейчас стоит эта транспортная доступность, то есть маршрутка, допустим, она останавливается где-то далеко, к примеру, да, вот 46-я, там людям нужно пройти, вот сюда к нам маршрутка не заезжает. Есть специальная маршрутка, нам ее как коммерческую вот сделали для нашего ЖК, но она, например, верхнее пятно домов, оно пользуется активно, потому что там очень удобно село, она до туда ходит, а сюда на нижнее пятно, где семь домов, она не заезжает. Мы этот сейчас вопрос активно прорабатываем и просим еще дополнительно, чтобы маршруты добавили. И маршрут ходит очень редко. Короче, вот она вам вся боль жизни рядом с Москвой, рядом с МКАД, в новых жилых комплексах, дома симпатичные, планировки интересные. Можно даже вот нам рассказал соседку твоего двухуровневую квартиру купить, а потом ты начинаешь развивать эту инфраструктуру. Пока ты договоришься, чтобы у тебя заработали все эти маршрутки, автобусы, школы, детские сады и так далее, и так далее, и так далее, уже можно и на пенсию выходить. Уже все. А когда жить? Вот, вот, вот о чем речь, друзья, вот замечательная фраза, когда жить? Вот почему, например, некоторые приезжают, выбирают все-таки вторичку, пусть это будет старый, проперданный дом, но там ты вышел, и там у тебя все уже есть. У тебя все есть, все организовано. Да, вот, я жене все время говорю, зачем нам новостройка? Ну, зачем нам новостройка? У нас школа, минута ходьбы, детский сад, минута ходьбы, все. Слушай, а ты на работу ездишь своим ходом? Ну, да. Вот как это будет выглядеть? Ты выходишь из дома, можешь нам описать вообще этот путь? Вот, докуда тебе надо дойти, сколько проехать? Вот, допустим, на работу, нам к 9, ну, к 10 утра, сколько это времени вообще будет занимать? Наверное, это получится в районе не менее двух часов, потому что, так как, ну, в текущей истории у нас нет никаких остановочных станций, да, нет, это нужно выйти, вы видели, да, то есть вообще из ЖК, вот, в котором там КППшечка, такая стоит остановочка, это нужно туда идти, ждать, когда поедут автобусы с Ласихи, соответственно, они же едут уже полные, не всегда есть возможность с первого раза в них зайти, это плюс дополнительное время, дальше, в лучшем случае, доехать до 1-цого МЦД, ну, и на МЦД еще часик, полтора, ехать, фу-фу-фу-фу, не было мысли, вот это вот дело, сдавать, забирать денежку, и лучше жить на съемном жилье, но внутри Москвы, где-то вышла, да, авторечка, да, некрасиво, но ты вышла, 10 минут до метро, пешком, 20 минут, и ты возле работы, 30 минут, и все, и ты уже, я когда выбирала эту квартиру, для меня было преимуществом зеленения, то, что чистый воздух, и подальше от города загрязненного, то есть, мне бы хотелось больше, поближе к природе, к лесу жить, просто смотри, я вот очень важно хочу подчеркнуть, иногда людям кажется, то, что выпуски у меня выходят, все-таки больше негативные, вот смотрите, вот сейчас важный момент, следите за руками, Наташ, я же правильно понимаю, что тебя в целом, ты не можешь быть не очень довольна, что ехать нужно, но в целом устраивает, то есть, жить ты здесь хочешь, тебя не заставляют, лично для меня, да, я планирую здесь жить, в целом меня устраивает, но понимаешь, когда так проходишь, думаешь, блин, вот явно, вот у того человека, который живет, вот там наверху, вот у него что-то типа, я так помню, ну, как это называется, пентхаус, или как это назвать, ну, в элитных, да, это пентхаусы, обычно идут, особенно, вот когда смотришь дальше, вот там у людей виден, вот эти панорамные окна, большие, высокие потолки, да, 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 думаешь, вот так вот, если выкупить, типа, две квартиры, их объединить, в одну большую, сделать у них хороший ремонт, видишь, этажность-то невысокая, застройка, ну, так нормально, сколько у вас здесь, девять этажей, да, так же, наверное, не более, они разные, да, ну, вот, в целом, так-то неплохо, более, там, ехал, запарковался, замечательно, блин, вот, было бы где-нибудь, вон там, знаешь, метро, чтобы ты мог выйти, дойти, сесть и доехать до Москвы, там, 20 минут, я думаю, метро скоро сделаем, ну, вот, было бы, это было бы, террасы на последних этажах, некоторых квартирах, да, это подкупает, но, зато, с другой стороны, вот так вот посмотришь, блин, хрен узнает, когда ты выходишь, а у тебя ничего нету, изначально все жители вот этих СНТшек, частного сектора, недовольны, естественно, потому что нафиг вы им здесь не нужны, но потом, когда кто-то из них захочет продать свой дом, он, знаешь, что будет писать в объявлении, рядом школа, вот, рядом детский сад, рядом торговый центр, ну, или то, что есть у вас, и он это уже будет в объявлении отмечать как плюс, соответственно, наценка будет выше, поэтому это тоже очень спорный момент, вот, все, что мы снимаем, это такие жизненные выпуски, Максим, в самом начале выпуска ты сказал, что очень сильно хочешь выразить слова благодарности, внимание, русской общине, вот, давай кратенько, кто это такие, за что им спасибо, и что вы совместно с ними делаете? Русская община, ну, многие их знают, да, они достаточно известны, это, я скажу вкратце, это патриоты России, русская община очень активно нам помогала, с обращениями, следственный комитет, сейчас даже в нашем ЖК, на нашей территории, на базе русской общины, мы развиваем добровольные народные дружины, то есть это дружины, которые состоят из жителей, вот, на сегодняшний день в стране очень такая напряженная обстановка, да, это миграционные, миграционные вот вопросы разные, да, мы все знаем, откуда сейчас это все вот набирает обороты, да, это действительно такая важная проблема, вот, очень много преступлений совершается вот в стране, мы записывали обращения, следственный комитет Бострыкину, да, мы записывали обращения, вот, которые они уже размещали у себя на ресурсах в интернете, да, и соответственно у них очень много там подписчиков, аудитории, публика очень большая, то есть чтобы придать это огласке, вот, и нас, нас после таких обращений, нас слышали, начинались действия, к нам приезжали сюда, смотрели все, встречались с нами, то есть они нам очень сильно в этом помогают, и помогали, и помогают сейчас даже. Вот смотрите, мы сейчас прогуливаемся по жилому комплексу, снимаем выпуск, я вам без конца говорю, подпишитесь вы на телеграм-канала, все очень просто, я вам сейчас, во-первых, могу вывести QR-код, достаете телефон, прям на диване лежите, нажимаете, открывается телеграм, клик-клик, вы подписали, что вы получите, здесь я выкладываю подборки с машинами раз, кому нужны, пожалуйста, кому не нужны, различные наблюдения, анонсы, у меня бывают опросы, интерактивчик, комментарии люди очень любят писать, открытые комментарии, пожалуйста, много всего интересного, вы можете узнать, поэтому подпишитесь, чтобы не пропускать, различную роду информацию. Давай немного посчитаем денежки, с точки зрения коммуналочки, народ любит, говорят, Дмитрий, давно не спрашивал, у тебя квартира 60, короче, 70 квадратных метров, округляем в большую сторону, сколько за последний месяц тебе пришла квитанция на оплату квартиры? За последний месяц мне пришла 12 500. 12 500, вот в эти деньги входит сразу все, или за что-то еще нужно доплачивать? Абсолютно все. Ну это так не дешево, да? Это очень дешево, мы в принципе по этому поводу постоянно возмущаемся, да, более того, текущая управляющая компания, которая сейчас нас обслуживает, она не отрабатывает свой тариф, а тариф у нас 54,90, то есть почти 55 рублей, но она не отрабатывает. Уборка, место общего пользования, перегоревшие лампы в местах общего пользования, газоны. Не стрижены. Они не стрижены, но только вот нужно пинать, а подстригите нам газон, то есть это должно все. Три. В принципе по умолчанию делаться. Ну общедомовые какие-то вот обслуживания, домофоны, домофоны до сих пор много, где двери открыты, домофоны не переведены в порядок. Только недавно начали закрывать, вот я как и говорил, в подвальные помещения входы, только чтобы жители могли туда зайти. Уборка в подвальных помещениях также в мопах практически не производится, мы видели, это сейчас были, то есть грязно. Вот интересно было, вы понимаете, даже обращение и к управляющим компаниям, и к застройщикам, если вдруг кто-то готов, ребята, так хочется с вами записать отдельный выпуск, чтобы вы могли высказаться, потому что я уверен, что и управляющая компания, не только в частности ваша, а вообще по другим жилым комплексам, по многоквартирным домам, уже на вторичке, назовем ее так, столько может рассказать также негативному по отношению к жителям, что жители делают. Вот это было бы действительно интересно людям послушать, поэтому если вдруг кто-то из вас готов, почта на экране, пишите, я прям вообще рад буду вам вопрос, вы ответ, может вы сами даже скажете, какие вам вопросы задать, которые вы хотели бы подсветить, на которые вы хотели бы высказаться. То же самое по отношению к застройщикам. Народ голосует рублем. Это ключевая фраза, которая частенько мелькает у нас на канале. Друзья, люди покупали квартиры в подобных жилых комплексах, в первую очередь, отталкиваясь от цены. Сначала идет цена, параллельно с ней идут красивые рендеры и обещания, на тот момент застройщика, офиса продаж, дизайнеров, как у вас здесь все будет. И далее подпись. Это либо ипотека, либо, пожалуйста, вся вам наличка, ждем квартиры. И что получается? Проходят годы, самое главное уже счастье, что ключи вручили людям, уже жить где-то можно. Не забывайте, что по 5-6 лет люди ждали квартиры, параллельно платя ипотеки, параллельно оплачивая аренду жилья. Вот мы с Аней общались. У человека слезы на глаза наворачиваются, просто воспоминания того, когда ей вручили ключи, и это слезы несчастья. Кто-то, безусловно, счастлив, потому что, ну, слава богу, доделали, ты получил свое, у тебя как минимум есть недвижимость, в которой ты хоть что-то можешь сделать. Ты можешь жить, ты можешь ее взять в аренду, ты можешь ее продать. Но как минимум не прогорело. Потому что есть ситуации, когда люди не выдерживают, в итоге платить не могут, и таким образом остаются и без квартиры, и с долгами, и нужно идти вообще банкротиться. А нахрена оно надо, когда человек изначально поверил обещаниям застройщика и шел на покупку? Этими выпусками я лишь хочу вам показать разные ситуации. Потому что сегодня, походить пообщаться с людьми, многие скажут, мы хотим здесь жить. Вы слышите звуки ремонта? Строительство идет, люди хотят жить. Вот дети бегают, собаки прикольные гуляют. То есть народ хочет сюда переехать. Дайте им только лишь то, что вы обещали, и все будут счастливы. Короче, я всех вас приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение, обязательно подписывайтесь на канал, и вот этот товарищ будет ждать от вас лайк. Лайк, пожалуйста. Как его зовут? Марусь. Маруська? Ну и тут девочка еще, Марусь. Смотри какая. Друзья, в общем, на этой позитивной ноте мы с вами и заканчиваем. Подписывайтесь на канал, дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok